Деятельность по сохранению правопорядка непростая и многогранная, но всегда лучше предотвратить то или иное правонарушение, чем затем работать с его последствиями. Об этом шла речь на зональном совещании, которое состоялось в Славянском районе. Представители Управления региональной безопасности Кубани, всех заинтересованных министерств и ведомств, председатели координационных комиссий по профилактике правонарушений, заместители начальников полиции по охране общественного порядка, начальники отделов участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних муниципалитетов Таманской зоны были приглашены на совместное совещание. Его тема – о результатах деятельности администрации и органов внутренних дел в сфере профилактики правонарушений по итогам 2020 года и двух месяцев 2021 года. В четырех муниципалитетах Таманской зоны по итогам минувшего года был допущен рост правонарушений, что не может не настораживать. Имеющиеся недостатки в отдельных муниципальных образованиях в определенной степени явились причиной упущения в организации профилактической работы. Особенно это касается работы с лицами, состоящими на учетах в органах внутренних дел. И застрельщиками этой работы должны стать непосредственно сотрудники полиции. Позвольте сказанное подтвердить некоторыми статистическими данными. Так, за 12 месяцев 2020 года в муниципальных образованиях Таманской зоны проведено 644 заседания территориальных комиссий, на которых рассмотрено 1807 граждан. Около половины из них, или 48%, рассмотрены по инициативе участковых и полномоченных полиции. Необходимо качественно проводить мероприятия по предотвращению преступности в муниципальных образованиях. В докладе с заместителя главного врача наркологического диспансера были проанализированы цифры по выявлению алкоголизма. И они не совсем радуют. Показатель первичной заболеваемости, то есть выявления, впервые выявлены больные алкоголизмом. Он по краю съезжается каждый год, и где-то за 2020 год он снизился почти на 30%. Но обратить надо внимание на злоупотребление алкоголем среди жителей Абинского, Калининского, Красноармейского, Северского и Тюбрюкского района. Здесь первичное заболевление больных алкоголизма превышает землекровые показатели. Начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами Славянского района рассказал о работе комиссии по профилактике правонарушений как на уровне муниципалитета, так и в поселениях. Очень важна оперативная информация о текущей обстановке и совместная работа с правоохранителями. Дело МВД по Славянскому району ежемесячно предоставляет анализ состояния правопорядка в районе. Ежедневно главе муниципального образования предоставляются сводки преступлений происшествий за сутки. Каждый понедельник на планированном совещании главного муниципального образования Мусланский район заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Дело МВД по Славянскому району Михаил Николаевич Бандаренко закладывает работе подразделения полиции по обеспечению правопорядка в охране общественного порядка за неделю. Высокая роль народных дружин, сформированных в нашем районе. Они – реальное подспорье для сотрудников полиции. С целью профилактики правонарушений все больше возрастает и значение видеонаблюдения. Главное – грамотно его организовать. Наличие камерей уже является профилактическим элементом. То есть это предостерегает того же правонарушителя. Понятно, что на сегодняшний день мы на все улицы их не повесим. Насколько я знаю, прежде чем эти камеры устанавливаются. Это все согласовывается в том числе с руководителем территориального оборудования. На основе анализа, в том числе, уличных преступностей. И устанавливаются они, как правило, в местах наибольшей вероятности совершения преступлений и правонарушений. То есть не может быть такого, чтобы выделили деньги и муниципальное образование, совершенно, извините, ни с кем не согласовывая, просто вывесы на эти камеры, где посчитало удобно. Такого не бывает. Большинство стоящих перед ответственными структурами задач по предотвращению правонарушений требуют комплексного подхода, высокого профессионализма и постоянного взаимодействия. Только объединив усилия, можно и нужно поставить заслон преступности.